Добрый день дорогие друзья! Мы очень рады, что с каждым днем подписчиков у нас становится все больше и больше, а значит мы работаем не зря. Смотрите, смейтесь на здоровье! Сара Львовна, пышная женщина, больших габаритов, заходит в магазин, ходит долго по прилавкам, рассматривает все, затем подходит до продавца и обращается до него. Я прошу прощения, я бы хотела увидеть купальник, который бы мне подошел. Тот на нее глянул и говорит, я бы тоже. Две подружки встречаются, говорят, ну что Катька, как договаривались, идем в салон красоты? Не, я не пойду. А чего? Ты знаешь, я за естественность. Меня устраивают мои брови, мои ресницы, мои ногти, ну и так далее. Чего, не дал денег? Не дал, козел, представляешь? Абраш, мне кажется, нам пора купить что-нибудь от комаров. Он говорит, что, кратлер? Эту ловушку ультразвуковую? Ой, Абраш, не усложняй. Квартира в Англии хорошо подойдет. Парень пригласил девушку в ресторан. Ну, говорит, ну что, по салатику для начала? Она говорит, ну давай. Он заказал два салата, сидят, жуют. А девушка все время так выразительные взгляды в меню бросает. Ну и тут уже наконец-то парень говорит, ну что, может, наконец-то закажем горячее? Она говорит, да. Окей. Официант, два чая, пожалуйста. Сара, что, Фимочка? А что ты там закрылась? Что ты делаешь? Уничтожаю все улики, которые доказывают мое родство с хоббитами. Не понял. Ноги депилирую. Ой, ты знаешь, Катюша, вот что мне делать? Я ведь хочу, чтобы мой муж называл меня кицей. Я уже и спинку ему царапала, и сама выгибалась, как кошечка, и мурлыкала. А у меня кицей не называют. Вот что делать-то, а? Ну, не знаю. Попробуй нассать ему в тапки. Судят господина Кацмана и приговаривают его к 20 годам лишения свободы. Последнее слово подсудимому. Он поднимается и говорит, Господин судья, Мне уже 90 лет, А вы мне даете 20 лет срока. Господин Кацман, Вас никто не заставляет. Сколько сможете, столько отсидите. Катя, скажи, А как ты относишься к структурированному углероду? Да задолбал ты своими знаниями меня давить. Иди в жопу со своим углеродом. Понял. Персень с алмазом вычеркиваю. Яш, здравствуй. Я слышал, ты купил машину? Таки да. Ну, рассказывай. И как твои автомобильные успехи? Ой, Фима, шо тебе сказать? Вчера яму объезжал, так заехал в другой город. Одесская семья в скверике на прогулке сидят на лавочке. Она говорит ему, Сема, я тебя таки должна предупредить. Пожалуйста, не пожирай глазами всех проходящих мимо женщин. Фирочка, я же только глазами. Ха! Глазами. Я таки слышу, как ты чавкаешь. Пробегает Фима домой и кричит, Маме, маме. Говорит, шо, Фимочка? Я таки подружился с прекрасной девушкой. Говорит, Фима, Сынок, С девушками не надо дружить. Это их не развивает, как женщину. Приходит парень свататься и говорит, Сара Абрамовна, я хочу жениться на вашей дочери. Она, шо? Фима, нет, только через мой труп. Ну, Сара Абрамовна, это, конечно, заманчивое предложение, но два праздничных банкета я не потяну. Семен Маркович, здравствуйте. Ой, здравствуй, Фима. Семен Маркович, слушайте, у меня для вас предложение, ой, просто сумасшедшее. Какое, Фима. Смотрите, вы берете, покупаете акции и... А через год эти акции растут и вы зарабатываете много денег. Ой, Фима, угомонись. Шо такое, шо не так? Ой, Фимашка, я уже в том возрасте, шо не покупаю даже зеленые бананы. Возвращается муж, заходит на кухню и говорит жене, дорогая, у меня беда. Любимый, не говори у меня, говори у нас, мы же семья. Ну, хорошо, у нас беда. Наша кума от нас забеременела. Ой, Роза Марковна, здравствуйте. И как ваш Левочка? Как этот мальчик? Шо вам сказать? Это просто одаронный мальчишка, такой одаронный. Шо я вам больше скажу? У художника на школе он за три часа нарисовал копию картины Ван Гога. Более, я вам скажу. И продал ее как оригинал. Правда, теперь его ищут. Ну, по этому поводу. Слушайте, вы не знаете, как ему изменить внешность, чтобы его не нашли? Слушайте, пусть себе отрежет ухо. Вот, Вовчик, вот объясни мне, вот почему в американских фильмах человек успевает проснуться, сделать утреннюю пробежку, умыться, принять душ, позавтракать, обсудить темы наболевшие, а я встал, поссал, умылся и все, уже опоздал. Фима, ну какая у вас дача? Это шо-то, это да. А шо там у вас за забором? А, Кегельбан строится. Да, а как его имя отчество? Вернемся к старой доброй теме. Василий Иванович решил Анку научить математике. Посадил ее напротив, говорит, ну вот Анка, смотри, вот сколько будет 2 плюс 2? Не знаю. Ну хорошо, а 3 минус 1? Не знаю, Василий Иванович, блин, ладно, давай на примере. Вот смотри, вот мой член и Фурманова член, если их сложить, то сколько будет? Тех, половина Петькинова. Знаете, друзья, я не знаю, я не знаю, как кого, а меня очень сильно напрягают вот эти новые дорожные знаки. Например, знак одностороннее движение. Не понял, и чего? Так это на Байковом кладбище. Диалог в скверике. Добрый день. Что добрый? Что вы навязываете мне свое мнение? Не, я просто спросить. А, ну спрашивайте. Вы, конечно, извините, я дико извиняюсь, но, судя по цвету вашего носа, у вас должен быть штопор, да? Моня, еще раз тебе говорю, что тут непонятного? Или сделаем так, как я сказала, или как сказала, так и сделаем. Изинька, скажи мне, когда мы наконец-то узнаем, что коронавирус уже все? Ой, Сарочка, я тебя умоляю, когда коронавирус уже все, появятся объявления, типа, продам туалетную бумагу. Я был недавно у психоаналитика. Ну, там, рассказал ему за свою жизнь. Так он сначала плакал, потом смеялся, а потом говорит, а можно как-то провести выходные в вашей компании? Знаешь, что, Вовчик, вот не надо мне все время говорить, не кури, подумай о будущем. Я, когда думаю о будущем, так курить хочу еще больше. Благодарим вас, что досмотрели нас до конца, что радовались вместе с нами, смеялись, улыбались, поэтому, в принципе, вы сами знаете, и про лайки, и под подписку, и приглашение своих друзей. СМЕХ 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 Продолжение следует...